Вчера мы ездили на рыбалку, называется это fly fishing, то есть летающая рыба. Почему называют этот вид рыбалки таким образом? Потому что рыба выпрыгивает из воды, чтобы достать насекомое, которое летает очень близко от поверхности воды. Поэтому называется летающая рыба. Что меня поразило с самого начала, это сам гид, который нас сопровождал и который провел с нами 4 часа на реке, где мы занимались вот этой рыбалкой. То есть человек совершенно увлеченный. Я не знаю, есть ли у него семья, но по-моему, семьи у него нет. Где-то ему под 40 лет, очень хорошей форме, следит за тем, что он ест и сколько он ест. Вот про это он нам рассказывал, что он много не ест, много не пьет. Он много путешествует. Вот такой он какой-то, понимаете, одинокий волк, который слился с природой и получает от этого удовольствие. Это вся его жизнь в том, что он занимается рыбалкой, он путешествует по разным штатам. И причем он нам рассказал, что он 23 дня совершил путешествие из Колорадо в какой-то другой штат, я уже не помню. Но это заняло у него 23 дня. Он шел пешком, то есть он не использовал никакой транспорт. Он очень любит природу, он останавливался спать где-то на природе, возле реки, там в полях. У него был такой большой рюкзак заплечный, куда помещалась его палатка и необходимые средства, чтобы питаться, чтобы разогревать себе пищу и так далее. И вот 4 часа он с нами провел, и у него рот не закрывался. Он с такой любовью нам рассказывал. Вот даже когда он нас только взял, и мы ехали в его джипе, где бы мы ни проезжали, он все время рассказывал, что это такое, как это, какое городишко, как был построен, почему он был построен, как эта речка называется, как здесь очень много речек маленьких, как какая речка называется, чем она отличается. И когда рыбу лучше ловить, в какое время какая рыба лучше ловится, и на какую мушку рыба лучше ловится в данный момент. Он говорит, что каждые 2-3 часа нужно менять мушку, потому что рыба в этот момент, она знает, что в этот промежуток времени летает именно данное насекомое, и оно прыгает на это насекомое. Поэтому мушки надо все время периодически менять. И как он относится к самому процессу ловли этой рыбы? То есть он нам сто раз объяснил, чтобы не повредить роту рыбы, потому что мы ловили рыбу, называется траут, brown траут и rainbow траут, то есть радужный траут и коричневый траут. Он сказал, что у него специальные крючки такие маленькие очень, потому что у рыбы у этой мягкий рот, и чтобы не повредить рот, не разорвать ей рот, нужно использовать вот такой крючочек. И что не нужно так резко тянуть, нужно очень плавно и в сторону потянуть, чуть-чуть отпустить, дать рыбе, чтобы она успокоилась, чтобы не в таком состоянии стресса ее, значит, из воды вытаскивать, чтобы она спокойно, спокойно пришла к тебе в этот, в этот, как он называется-то? Сеть такая с... Ну, я же не рыбачка, я не знаю, как это называется, такая маленькая сеть с ручкой, куда он, значит, подчеркивает рыбу, когда она близко уже, ты на удочке ее подтягиваешь, он ее подчеркивает. Потом так аккуратно он снимает с крючка эту рыбку и не разрешает нам очень много ее трогать. И если вы хотите потрогать, надо ручки намочить сначала в реке, чтобы они были мокрые, чтобы рыба, опять же, в стресс не впала. И вот потом только вы можете там ее погладить, в руки нельзя брать, он сам ее аккуратно вытаскивает из вот этой вот черпака и отпускает в воду. То есть эта рыбалка была не такая, что ты наловишь, а потом пойдешь, поджаришь ее и съешь. Это нужно было ее аккуратно выловить, аккуратно, чтобы она меньше стресса получила, и опять же, аккуратно ее отпустить в воду. Но мне он дал рыбу в руки, он сказал, что я никому вот не давал, вот вы никому не говорите, ладно, я вот вам дам в руки, подержите, но вы вот так вот возьмите в руки ее, тихонечко ее вот так вот подержите, а потом, когда я вам скажу, расслабить пальцы, потом вы расслабите, и потом аккуратно, тихонечко вы ее в воду и отпустите. И это была такая привилегия для меня, что он мне дал в руки вот эту рыбку подержать. Я думаю, боже мой, господи, я росла, я столько этой рыбки выловила, и держала в руках, и резала рыбку, и жарила рыбку, и все было нормально. А тут столько нежности к этой маленькой рыбке. Ну вот так вот, то есть мой муж не дал в руки. Вот он выловил, мой муж выловил 8 этих траутов, а я выловил только 3. Ну, я выловила большие, он даже сказал, похвалил меня, говорит, вот, твои 3, они как свинюшки выглядят большие, они, говорит, твои 3 съедят этих маленьких, которые твой муж выловил, 8 съедят их. Ну, это у них такая поговорка есть, они там посмеялись. Вот, и что значит еще? Поскольку мой муж первый раз ловил рыбу из реки, он ему не разрешил там на середину речки выйти, он стоял на берегу, ну, нам специальное обмундирование дало, специальное резиновое, такой комбинезон и такие специальные резиновые бутсы тяжелые, чтобы стоять на камнях, потому что речка такая бурная, текущая, нужно было стоять устойчиво на камнях. Ну, мне он разрешил, он говорит, о, я знаю, вот, русские женщины, они такие сильные, но я ему рассказала, что вот я ловила, когда я там у бабушки была, мы таких в банках, значит, ветровых, туда набирали песочек и гравий со дна реки, туда потом хлебушек ложили и марлечкой с резиночкой, значит, закрывали горловину, вырезали там квадратик, чтобы рыбка могла зайти, и ставили ее против течения так, чтобы ни одного пузырька не было, чтобы рыбка не заподозрила, что это ловушки. И тогда рыбка спокойно заходила туда, а назад уже не могла выйти, и мы видели в этих банках, как там тишит прям рыба, вот, пойманная внутри. И я ему это рассказала, и говорю, вот мы и с папой мы ездили на рыбалку, и сами вылавливали, и сами, значит, разделывали, и жарили. Он говорит, ну, я знаю, вы оттуда, вот, вы там сильные. Ну, давай, хочешь на середину реки? Я говорю, хочу, ну, давай. Он меня поставил на середину реки, вместе с ним, конечно, мы с ним, я его за руку держала, он мне выставил на середину реки, дал мне уточку, показал, как, чего. Ну, в общем, я там стояла и ловила. Я засняла видео, где пока они с моим мужем ушли, там что-то такое делать, их не было, я там поставила свой телефон, чтобы на видео снять, как я ловлю рыбу. И, значит, стала уточку кидать, и у меня крючок запутался за уточку, я стою ее, а этот увидел гид и говорит, сейчас, сейчас я спущусь, ты это сама никогда не распутаешь, сейчас я спущусь, я тебе помогу. А я думаю, что это я сейчас, я вот докажу, что я могу. Я ее распутывала, распутывала там на видео, поэтому так долго. Я ее распутывала, так тяжело бы, я ее распутала и стала ловить, стала ловить. Он говорит, о, good job, ты, говорит, смогла это сделать. Ну, в общем, мы получили огромное удовольствие не только от ловли, от этого человека, который нам очень много рассказал. Вот там, где мы остановились ловить рыбу, называется городок Базальт, Базальт, потому что там базальтовые месторождения. И этот маленький город, он тоже нам сказал, что жители не разрешают, чтобы здесь какой-то development, чтобы здесь магазины строили, чтобы что-то еще какие-то там строили, что они хотят жить, опять же, как я уже в другом своем предыдущем видео говорила, что они хотят жить, значит, на природе, вот как оно есть, вот у них свои дома есть, и ничего больше здесь не нужно придумывать. Кстати, еще он сказал, что вот именно в Колорадо местный штатовский закон, вот в этой вот местности, что ты имеешь право даже приватизировать участок, вот если у тебя дом, участок, и там проходит река, вот этот участок реки, это тоже считается твой, приватизированный, он покупает, платит за это хозяин, но никаких, опять же, заборов, где ничего нет. Вот ты едешь, и ты никогда не знаешь, что это правит территория, можно там ловить рыбу или нет, потому что если это правит, рыбу ловить нельзя. Он говорит, поэтому тот, кто ловит, направит зони, это их вина, если их поймают, это их вина полностью, почему они заранее не узнали, где эта территория чужая, и, значит, не узнали, и это, в общем, их вина. Вот, это он нам еще рассказал. Потом мы там проезжали, он нам показывал на горах вот этот дом, вот, например, селебритис, например, вот этот дом, он сказал, Навратиловой, Матина Навратиловой, это одна из лучших теннисисток, сейчас она уже не играет в теннис, потому что она уже в возрасте, но он сказал, что вот это ее дом, вот она его продала, и сейчас купила она дом вот сном, где мы здесь живем, снимаем квартиру, и он сказал, что она, мы не знали об этом с мужем, хотя мы очень хорошо, они много знаем, она, этот аннонсер теннисный сейчас, Навратилова, он сказал, что она является очень хороший игрок в хоккей в местной команде, женщина примерно моего возраста. И вот, когда он нам показал дом на вершине горы, и сказал, что этот дом Навратиловой, но она его продала, я сейчас, опять же, повторяюсь, купила дом в Сномиас, мы его спросили, а сколько такой дом вообще стоит, он говорит, ну, я точно не знаю, но больше 15 миллионов, мы так, о-о, неизвестно где, никаких рядом поселений, ничего, просто дом стоит на горе, он 15 миллионов стоит. Он говорит, да, здесь очень дорогая прапорти. Ну вот, значит, и что еще он нам рассказывал, столько много рассказывал, ну вот, произвело впечатление, что он очень бережно относится к природе, и прям неправильность движения, там удочка, мой муж там первый раз, он удочку не в сторону потянул, когда рыбка попалась, а вот так ее вверх, он прям так очень жестко, он сказал, я же вам сказал, как надо тянуть рыбу не так, а вот так. Ну, в общем, я, значит, покажу вам еще раз видео, еще раз я, а теперь я вам показываю видео, еще хочу добавить, что природа обалденная, запах этих растений, водичка приятная такая, чистая, сто, а вот он еще говорил, этот, значит, гид, он нам расписывал, какие эти прекрасные все насекомые, какие летают, сколько у них lifespan, то есть сколько они живут, там некоторые живут только несколько часов, и что самка умирает позже, чем самец, вот он сделал свое дело, и самец сразу умирает, а там вот эти насекомые, такие даже не видно, он про них рассказывает с такой любовью, и что самочка умрет только тогда, когда она свои яйца отложит в водичку, и потом улетит, и там вот она находит свое последнее пристанище, убежище, умирает, и там сколько там нужно времени для того, чтобы эти личинки там выросли, и как они потом выходят на поверхность воды, из этой личинки, значит, выходит уже это насекомое, крылышки распускает и взлетает над водичкой, вот, то есть мы получили огромное удовольствие от рыбалки, и огромное удовольствие от человека, который с нами провел 4 часа, после этого, когда мы поехали домой, а вот, вот, вот еще мне что очень понравилось, мы когда вышли оттуда и стали, значит, снимать с себя эти резиновые комбинезоны, и эти бутсы, он вот вытащил пиво и говорит, ну вот, а теперь мы можем выпить пиво, так хорошо мы поработали, а мы с мужем смотрим, мой муж говорит, да я вообще-то пиво не очень, а я говорю, ой, я пиво с удовольствием, я люблю пиво, и он там, значит, я тоже фотографию поставлю, пиво, он говорит, это очень такой хороший бренд пиво, мы говорим, да чего, это же, мы не покупали ничего этого, он говорит, это я вам от себя, вот, пейте это пиво, и мы там сможем, значит, он нам поставил стульчики, прямо возле его трака, и мы там сидим, не трака, джип, сидим и пьем пиво, а потом он говорит, хотите есть, проголодались, мы говорим, ну да, мы проголодались, четыре часа на природе, конечно, он говорит, вот я вас сейчас завезу в одно место, в этом городишке, который называется Базальт, это место значит, держат люди из Сальвадора, то есть сальвадорские мексиканцы, индейцы, Сальвадор. Вот, и у них очень вкусная кухня, и на самом деле, ну, мы знаем мексиканскую кухню и индейскую кухню, вот там в основном это тако, это такие лепешки, туда, значит, кладется всякие vegetables, мясо там какое, а Сальвадор people, значит, у них кузин, вот их значит, еда, у них такие маленькие лепешечки, я тоже фотографию поставлю, маленькие лепешечки, одна на одну, и такие они горяченькие, и мы значит, выбрали одну, одна порция была с рыбой, со свежей рыбой и с vegetables, с овощами, а другая была с мясом, вот, вот, и нам очень понравилось, и мы были благодарны, опять же, этому гайду, он сказал, что это, вот это место, где мы кушали, остановились кушать, его не знают люди, потому что они приезжают на рыбалку и там уезжают, и это как бы не на дороге, которая идет с реки, там, в город, а это кафе было чуть в стороне, и он говорит, его мало кто знает, но здесь кухня очень хорошая, и я сам иногда здесь останавливаюсь и ем, и на самом деле нам очень это понравилось, ну все, смотрите видео, пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok about to go over, this green fence. When you go over this, I want you guys to look to the left and look at the difference in speed between the frying pan river and the roaring fork river. You're going to see the roaring fork river dumping into the frying pan right here. Oh, it's calm! Wow! See, this is the frying pan. Yeah, I see. That's why we came here. So, this is the town of Basalt. There was a lot of art in this town. One of my favorite pieces of art though is this cottonwood tree at the end here. They died, they let a local artist go to town on it. Look what he carved here. Oh! Wow! Isn't that beautiful? Cool. Cool. So, this is the town of Basalt. This was originally a train stop on the Midlands, on the Rio Grande Midlands Railroad Line. This is sort of the first building in town here. This is the main strip. And then, you see the brick building at the end there. That's the last building in town. So, this is all of town right here. A lot of good, uh, little pubs and restaurants. Cute little places here. Good food in this city. And then the actual, uh, the last business in town was really cool. It says old school barbershop right up here. Barbershop? Yeah. Awesome. Like how a barbershop was in the 50s. Start fishing. You guys have any, uh, you guys can walk around in the river alright? Welcome down some hills. Yep. Where we may end is at the confluence hole down there. The one that we went over. The green bridge. Yep. That's a good fishing spot also. Ten million dollars we can get in this valley. More expensive than Aspen? No, no. No? No. I don't have to price a basket. Wow. Go right now. No. I've got to be careful. I can see the fish in my house. I don't know. Not. Beards, don't flesh off and down. We see the information. Pray them. All right guys. Look at these beautiful. Flowers. Ну вот, мы и приехали ловить рыбочку. Какая водичка здесь, зрачная. Рыбачка, рыбачка. Вот она рыбачка. Рыбачка, рыбачка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...